Алексей Пётр, не уходите, побудьте с нами. Спасибо. Да, коллеги, всем привет, еще раз приветствую всех из центра Азии. Я нахожусь сейчас в Туве. Извините за мой вид, у нас просто уже 12 часов ночи. Что можно сказать? Во-первых, первый вопрос был, если не ошибаюсь, по поводу нашей поездки. Я присоединяюсь ко всем словам Алексея Джанга и по поводу того, что мы там увидели. Безусловно, самый сложный концерт был в Мариуполе. Потому что первый день мы играли и в военном госпитале для раненых солдат, и для резервистов, и, в общем-то, почти на линии фронта в одном из штабов. И на самом деле я сомневался, мы разговаривали об этом с Алексеем. Я хотел быть чем-то полезен, но не был уверен, что, так сказать, классическая музыка и чемпиона баха каким-то образом будет звучать рядом с Джангой и Чичериной, с рок-музыканцами. Но на деле оказалось, что на самом деле это не так, и это прекрасно сочетается, и реакция совершенно у солдат вдохновляющая. То есть вдохновляющая их и вдохновляющая нас, соответственно. Вот. И как-то, когда мы играли для солдат, особенно уже второй, третий концерт, это было уже настолько естественно, понятно, и, как бы, знаете, вот эта вот энергия, передающаяся друг от друга, от нас к солдат и обратно, она, наоборот, давала огромное воодушевление и радость, на самом деле. Вот. А, конечно, когда мы приехали в Мариуполь и увидели огромное количество людей, которые, в общем-то, потеряли свои дома, свои жилища, многие из них потеряли родных и близких, играть перед ними, ну, вы должны понимать, я вот себя ощущал как бы человеком, приехавшим как бы из Москвы, понимаете, таким, ну, и поиграть на скрипочке людям, которые только что 43 дня находились под чудовищными бомбежками. И, на самом деле, я для себя подумал, что вот когда играл, я даже про это не мог, не мог от этого абстрагироваться, но я подумал, что если есть хотя бы один человек, которому это на секунду какое-то прикосновение, в общем, к подлинному искусству поможет не то, что отвлечься даже, да, а просто поможет, вот так я скажу, да, то это уже не зря. Вот. А так я себя успокаивал, что даже если я никому не нужен со своей скрипкой, то все равно мы привезли действительно коммунитарную помощь. Вот. И, вот, и слава богу, по-моему, получилось замечательно. Спасибо еще раз Алексею за то, что он показал мне дорогу, которую я теперь воспользуюсь однозначно еще раз и еще раз. И я еду уже месяц, там, через неделю снова на Донбасс. Вот. Что касается Галкина и всех остальных, то, друзья мои, я не знаю, что и кого удивляет. Вот. На мой взгляд, нужно отдавать себе отчет, что это плоды государственной культурной политики. На протяжении минимум 30 лет, а реально, началось все это раньше, как мы понимаем. Я вот могу сказать опять, делая отсылку к истории своей семьи, что, например, супруга Максима Галкина, Алла Пугачева, начинала свою карьеру в оркестре Олега Лундстрома, моего деда. Вот. И в свое время Дмитрий Дмитриевич Шестакович на съезде Союза композиторов СССР сказал, что «Мне кажется, что наша легкая музыка должна развиваться в том направлении, в котором играет оркестр Олега Лундстрома». А в итоге она начала развиваться совсем в другом направлении. Она начала развиваться в том направлении, в которое ушла из оркестра Алла Пугачева. И этот, безусловно, талантливый человек, талантливая певица, кумир миллионов и так далее. То, во что это превратилось, ну, все мы понимаем, «Голубой огонек» 80-х годов, «Голубой огонек» 2020-го года. Да, ну, все одно и то же. Но это не должно быть. Наш «Голубой огонек» не меняется 30 лет. Должна быть в стране стабильность. Да. Нет, это, на чем стабильность, да, это хороший анекдот. А дело в том, что я был к тому, что вот Захар Прилепин все время во всех своих выступлениях говорит, «Ребята, отдавайте себе отчет». Вот приходят реально люди и говорят, «Зачем вы пиарите там какую-нибудь Ивлееву?» Вот Прилепин говорит, и я присоединяюсь, ее не нужно пиарить. Ее знают миллионы молодых, активных людей в нашей стране. То же самое касается, ну, в меньшей степени Галкина, но уж точно касается Би-2. Да? Да? И это люди, которые были взращены, еще раз повторяю, в государском на самом деле. Вот. Поэтому я к чему все это введу? Как бы, понимаете, вот началась война, и сейчас бесполезно обсуждать, что можно было сделать до, что можно было сделать до 14-го года, а может быть, можно было союз не разваливать, а может быть, можно было, как бы, царя не предавать в феврале, да, и не устраивать либерально-буржуазную революцию во время войны. Да? Вот. Но сейчас ситуация такая, какая она есть сейчас. И нам необходима новая культурная политика. Нам необходима новая культурная элита. И дело в том, что я почему-то так говорю, потому что, ну, в общем-то, ну, это на самом деле, видимо, не всем до сих пор очевидно. И, скажем так, инерция бюрократии и государственного аппарата, она огромна. Вот. Поэтому огромное количество людей, которые продолжают, в общем-то, ну, многие, из которых, ну, по крайней мере, некоторые, которые, я знаю, играют в Европе концерты в поддержку украинской армии и при этом руководятся здесь бюджетными учреждениями. Вот. Ну, я с трудом себе понимаю, насколько это, как это вообще возможно. Причем, заметьте, я даже не за репрессии, да, и так далее. Хотя, на мой взгляд, я уже это говорил, там у людей срабатывает стокгольмский синдром немножко по поводу 37-го года, но вот 37-й год в смысле отлучения этой группировки культурной от бюджетных источников и от подавляющей власти в СМИ и в медиа, он просто необходим, потому что без него... Вот, понимаете, я, когда мы играли перед солдатами, я сказал искренне, без вас не было бы нас. Это правда. Я это осознаю прекрасно. Без них, понимаете, я бы сейчас не сидел с вами в эфире и, по крайней мере, не играл бы на скрипочке, да? Вот. Но, на самом деле, без нас, обратная тоже связь есть, без нас не было бы и их, потому что без фронта, без тыла невозможно воевать на фронте, правильно? Мы это все прекрасно понимаем. Вот. И, на самом деле, так сказать, война, в общем, которая разражается у нас здесь, в тылу, она не менее важна, чем та война, на которой отдают, как правильно сказал Алексей, за нас, за други своя и за наших женщин и детей, наши братья. Вот. Поэтому, друзья, ну тут надо, я не знаю. Мне кажется, что нужно, конечно, объединяться на каких-то общих критериях. Еще раз, без какого-то... Я в последнюю очередь поддерживаю ура-патриотизм, я его не поддерживаю. Я считаю, что нужно исходить из никаких подлинных вещей, по-настоящему имеющих значение. Вот. Подлинное искусство, подлинное искусство. Но! Есть какие-то границы, вы понимаете? Есть какие-то границы. Вот. Что с этим делать, я не знаю, кроме нашего девиза, в нашем мастерской, это сопротивление через созидание. Вот мы стараемся что-то делать. Мы с Алексеем по этому поводу даже немножко спорили. Вот. Кто там что делает, кто не делает. Но вот что мы можем, что мы можем, мы делаем. Вот. Мы ездим, мы играем концерты. Давайте разговаривать, давайте как-то искать какие-то пути. Вот. Ну и, конечно, стучать во все двери к власти мучил. Спасибо. Петь, ловлю тебя на слове. Поедешь на Донбасс, выйдешь к нам в эфир. И привет Туве. У меня вопрос к Алексею. Спасибо.